Инверсная кинематика, или IK, это один из самых часто используемых констранентов костей. Он позволяет индуитивно и очень просто двигать и анимировать конечности и другие суставы. Но что такое этот IK? Инверсная кинематика — это противоположность, или инверсия, прямой кинематики, или FK. Давайте сначала разберемся, что такое FK. Это я продемонстрирую с использованием простого рига руки. Эту руку можно найти в том же файле с межперсонажем, доступном в описании. Находится в коллекции ArmBaseRig. Теперь давайте поговорим, что же такое этот FK. FK — это то, как цепочки костей родителей работают по умолчанию. Другими словами, перемещение родителя перемещает ребенка. Его называют прямой кинематикой потому, что трансформация костей влияет только на те кости, которые находятся ниже по цепочке. Что значит ниже? Если мы представим, что хвосты костей — это как стрелы, то ниже по цепочке — это значит в ту сторону, к которую направлены кости. Сейчас вы можете увидеть, что перемещение ребенка вообще не влияет на родителя. Отлично. Теперь мы знаем, что такое прямая кинематика. А что же такое инверсная кинематика? Мы знаем, что это противоположность. Но что это значит? Ну, вместо того, чтобы влияние костей распространялось ниже по цепочке, инверсная кинематика позволяет трансформации кости конца цепочки влиять на ее верхнюю часть. Обычно это когда дочерняя кость каким-то образом влияет на родительскую. Для того, чтобы это продемонстрировать, я хочу вам показать опцию Auto-IK. Давайте откроем правое меню нажатием N или на стрелочку. Затем перейдите в Tool, и вы увидите опцию Auto-IK. Это обычный блендеровский чекбокс, у которого нет мгновенного влияния на арматуру, но это очень помогает, если вы хотите быстро запозить кости. Поставив галочку, вы можете очень просто двигать кости в конце цепочки, чтобы влиять на трансформацию целой цепи. Это особенно полезно при анимации рук или ног. В реальной жизни, когда мы поднимаем руки, мы не думаем, мол, сначала сдвину плечо, потом разверну предплечье, и это позволит моей руке подняться. Нет, мы говорим нашим рукам подняться, а наше плечо и предплечье тоже действуют, чтобы произвести это движение. С помощью IK аниматоры гораздо лучше понимают, что они могут делать со своими ригами. Если мы, используя IK, говорим руке подняться, кости плеча и предплечья автоматически определяют, где они должны быть, чтобы воспроизвести это действие. Это также помогает удостовериться, что нога прикрепляется к земле, когда это нужно. Отлично. Теперь, когда мы понимаем, что такое IK, давайте определимся, как это применить на наших ригах. Пункция Auto IK хороша для быстрого позинга, но она не дает нам над IK полный контроль. Также это не работает для анимации. Вместо этого мы хотим использовать Constraint кости Inverse Kinematics. Первый шаг простой. Давайте перейдем в Pose Mode. Далее выбираем кость Four Arm и добавим Constraint кости под названием Inverse Kinematics. Он находится во вкладке Bone Constraints. Синяя косточка с кружочком. Здесь мы можем увидеть несколько полей вводов, которые нужно заполнить. Целевой объект — это сама арматура. Даже если нам нужно выбрать отдельную кость, нужно выбирать арматуру, в которой она находится целиком. Это в выпадающем меню. Затем мы можем выбрать желаемую кость из поля Bone. Это работает точно так же, как и у Constraint'ов Stretch To и Track To. Здесь целевая кость — это та, на которую будет направлена активная. В нашем случае мы хотим выбрать Hand Bone. Однако, когда мы ее выбираем и затем пробуем переместить, не похоже, что что-то происходит. По факту движения вообще никакого нет, она все еще соединена с предплечьем. Давайте просто перейдем в Edit Mode и отсоединим кость Hand от Four Arm, но сохраняя родительские отношения. Теперь, как вы можете увидеть, мы можем переместить кость Hand, и она будет влиять на предплечье, но влияние также распространится и на остальной риг. Это не то, чего мы хотим. Мы просто хотим, чтобы сгибалась рука. Давайте перейдем в Constraint Inverse Kinematics и перейдем к опции Chain Length. Значение по умолчанию — 0, и движение идет по всей цепочке костей, соединенной с активной костью. В нашем случае, прямо до конца спины. Это показано желтой пунктирной линией. Изменяя значение Chain Length, наша желтая линия покажет, как далеко по цепочке будет работать инверсная кинематика. Лучше это можно увидеть в режиме сетки. Однако единственные кости, на которые мы хотим влиять инверсной кинематикой, это кости плеча и предплечья. Итак, мы хотим цепочку длиной в 2. Теперь, если мы хотим переместить кость руки, влияние корректно распределяется только на плечо и предплечье. Но я не думаю, что нам нужно вот такое вот безумие. Это не выглядит очень анимируемым или стабильным. Что здесь происходит? Помните, в видео по пэрентингу я говорил, что вы не можете сформировать педлю из родителей? В каком-то смысле, именно это мы и сделали. Если подумать, предплечье направлено на руку, но рука запернчена к предплечью. Это значит, что когда двигается рука, предплечье будет стараться на нее направляться. Но если предплечье направляется на руку, руке придется двигаться, потому что она запернчена к предплечью. Поэтому дальнейшее перемещение руки будет дальше перемещать предплечье, которое направляется на руку, что заставит руку и дальше перемещаться, потому что она запернчена. то предплечье нужно будет напрягаться на руку, и так далее. Это называется цикличной зависимостью. Этого мы не хотим. Давайте полностью снимем родительство с руки так, чтобы руку мы могли двигать независимо от нашего предплечья. Отлично. Теперь, когда мы двигаем руку, наш локоть сгибается очень натурально. Осталась только проблема, что теперь, так как рука не соединена с предплечьем, мы можем очень сильно оттянуть руку от предплечья, что не очень так хорошо. Здесь самый простой обходной путь — это вернуться в Edit Mode, еще раз назначить родителей руки в виде предплечья, затем скопировать кость руки и у копий снять родители. Теперь у нас есть независимая кость-контроллер, на которую мы можем направляться. Давайте назовем эту кость Hand-Ik. Вернувшись в Pose Mode, мы можем выбрать наше предплечье, перейти во вклад в констраинтов кости и изменить целевую кость с Hand на Hand-Ik. Теперь, когда мы перемещаем кость Hand-Ik, плечо и предплечье будут деформироваться как надо, при этом мы можем оттянуть контроллер руки так, чтобы сама рука не растягивалась. Однако теперь для того, чтобы повернуть кость руки, нам приходится переключаться между анимированием Hand-Ik и оригинальной костью руки. Для наших аниматоров это весьма утомительно, поэтому давайте добавим простой Constraint Copy Rotation для оригинальной кости деформации руки. Она будет следовать за костью Hand-Ik для простой анимации. Я также увеличу кость Hand-Ik в Edit Mode. Это нужно для того, чтобы проще ее отличать от оригинальной кости руки. Хотя дать кости кастомную форму — это тоже вариант. Отлично. Теперь у нас есть базовый риг-Ik. Однако иногда вы можете заметить, что когда мы перемещаем нашу кость руки, локоть сгибается в неправильном направлении. Это не очень-то хорошо. Однако многие из вас могут вспомнить, что в нашей инверсной кинематике есть еще одно поле для ввода. Давайте вернемся к Constraint и посмотрим, что это за поле. Да, это пол-таргет. Оно может быть полезно при решении проблем с суставами, которые в инверсной кинематике сгибаются не в ту сторону. Пол-таргет — это объект или кость референс, на которую сустав локтя или инверсной кинематики будет пытаться направляться при сгибании. Для этого мы можем просто создать новую кость, скопировав Hand-Ik и переместив ее за локоть. Я ее повернул, чтобы она была направлена в обратную сторону, но это значение не имеет, так как в учет берется только ее положение. Давайте ее переименуем на Elbow, нижнее подчеркивание, target. Теперь мы можем вернуться к настройкам Constraint и Inverse Kinematics и в поле объекта снова указать арматуру. А там, где кость, нам нужно выбрать Elbow, нижнее подчеркивание, target. И теперь, как вы можете увидеть, когда мы перемещаем кость Hand-Ik, локоть больше никогда не сгибается в неправильном направлении. Правда, он теперь вообще не сгибается. Но это потому, что у нас кости слишком прямые. Локоть не знает, в какую сторону ему начать сгибаться. Давайте очень быстренько перейдем в Edit Mode и немного перетянем локоть назад. Теперь, как вы можете увидеть, локоть сгибается как полагается. Только направление все еще не то. Но не беспокойтесь. Это лишь потому, что мы забыли указать еще одно значение в Constraint и Inverse Kinematics. Давайте оставим локоть согнутым, затем выберем наше предплечье, затем вернемся к Constraint, и будем тянуть значение Pole Angle до тех пор, пока локоть не станет указывать на Pole Target. И это все. Теперь у нас есть риг рабочей инверсной кинематики в Блендере.